МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». В студии работает Султан Жаламанов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан Ерлан Саиров с рабочим визитом посетил семей, которые являются духовным центром страны. Депутат побывал в педагогическом колледже, который существует уже более ста лет, и встретился со студентами образовательного учреждения. Ерлан Саиров не только ознакомился с деятельностью педагогического колледжа имени Мухтара Уэзова, где обучались алашевцы, но и встретился со студентами и администрацией колледжа. По словам Ерлана Саирова, приехав в такое священное место, нельзя не упомянуть также историю казахов. Роль города семей в развитии казахского народа в 19-20 веках, то есть формировании духовного, социального, экономического облика, очень велика. Это должно быть в памяти каждого из нас. В ходе встречи депутат спросил мнение студентов о новом Казахстане в современном обществе. Будущее страны в полной мере обсуждалось с молодежью. Также разговор шел о изменениях и новшествах в политике. Чтобы быть независимым Казахстаном, чтобы быть единой страной, нужно быть единой нацией. Мы не должны терять связи друг с другом. Мы должны устранить противоречия внутри нас. Тогда возникнет национальная солидарность. А эта солидарность – самый главный аспект поступательного развития нашей страны. Ирлан Бехмедович в своей поездке внес вклад в развитие чувства патриотизма у молодежи, ответственной за будущее страны. По его словам, в развитии государства мнение каждого гражданина важно. Султан Жаламанов, Далетель Казинов, Сункартолмхан. Информационная программа Шарайна, ТВК-6. Жители поселка Восход с жалобой обратились в нашу редакцию. По их словам, семей Тазалах, которые должны были вывезти мусор, не выполняют свои обязанности, хотя деньги за работу жители перевели на счет компании-подрядчика. Жители уже давно сотрудничают с семей Тазалах, однако такая ситуация с ними происходит впервые. Все в ничего, однако жителям сказали, что мусор вывезет 28 февраля. До этого времени посельчане уверены, что мусора накопится вдвое больше. А собаки и коровы разорвут все пакеты, и по ветру все это разлетится на округу. Мусор мы вывозили у нас нормально все. Но сейчас вы посмотрите, что делать. Договор заключили мы, договор заключили. Раньше это полторы, этот ящик подъем, сейчас две триста. Сказали на Каспий перегнать деньги, перегнали на Каспий. Когда приедет 28-го. До 28-го здесь что будет? Это ужас один. Вот машин нету, до 28-го приедет. Ну это что за дела? Мы это убираем, сами убираем. Ой, вообще, вообще я не знаю как. Это школьники идут, здесь мусор, грязь. Собаки разрывают все это. Это ужас один. И они, получается, деньги дают. Да, и квитанцию дают. Водитель в квитанцию дают. Водитель в квитанцию дает, мусор увозит, получается. Теперь водитель приезжает, они деньги платят в мусор везти. Он говорит, нет, не надо, на Каспий перекиньте деньги. Вот так получается. Они на Каспий деньги перекидывают, а потом говорят, мы вас будем возить мусор 28-го. Мусорные баки стоят по середине дороги, а чуть дальше стоит школа. А по улицам бегают бродячие собаки и бесхозно пасется скотина. Рядом с домами выросла целая гора золы, вывезти которую никто не спешит. Также жители жалуются на плохие условия жизни в этом поселке. Ни воды, ни отопления, ничего нет. Вот живем как на помойке, еще помойку нам здесь. Все. Это охота ругаться, но дети вокруг ходят. Ну, никакого внимания вообще нам нету на поселке Башкот. По словам директора ТОО «Семей Тазалок» Бегжана Капышева, причин на своевременный вывоз мусора несколько, главным из которых является маленький тариф на вывоз мусора. Этот вопрос не раз поднимался на заседание Маслихата и совещание Акимата, однако до сих пор не находят своего решения. На протяжении трех лет прошу поднять, просмотреть на Маслихате тарифы, потому что 197 гест в населении, это очень маленькая сумма, самая маленькая цена в Казахстане. И послужил медиативное соглашение, должны были еще до 10 декабря Маслихата и Акимата поднять тарифы на вывоз ТБО. До сих пор поднять тарифов не было. Хотя все нормы накопления, все эти уже процедуры прошли. Зарплату водителям мы подняли, как и обещали, грузчикам подняли. ГСМ растет, расходов на ГСМ очень большие. И сейчас не рентабельно работают в этом бизнесе, потому что с таким тарифом мы работаем и уходим в долги. Элементарно ГСМ покупать ежедневно надо, покупать запчасти надо, потому что парк хотя бы мы обновляли, но до сих пор хотели дальше обновлять, но в связи с тем, что тарифы не поднимаются, мы даже элементарно парки не можем обновить. А в связи с тем, что на восходе мусор не ввозится, это у нас договорное обязательство. У нас договора заключены только 4. 4 человека заключили договора, остальные договоры не заключают. Поэтому, чтобы мы не вывозим или не приезжаем, пускай это их не... Они сами виноваты, потому что купить 20 долларов заключили на контейнерах. Тем более там очень... Там в основном зал шлаковые отходы. В воинской части 54-835 семейского гарнизона проходят ежегодные сборы военных летчиков, направленные на повышение летной подготовки и классной квалификации. Специальный сбор, подтверждающий летное мастерство и профессионализм летчика, проводился под командованием командиров воинской части 54-835 полковника Кайрата Тугелева. Испытания по пилотированию техники принимает старший инспектор отдела боевой подготовки и управления командующего военно-воздушными силами полковник Дасамбисимбинов. По словам полковника, сейчас предоставлены все погодные условия. Так как ветер и осадки могут затруднить полет вертолетов, это поможет пилотам быть готовыми в реальных условиях. Полеты выполняются на вертолетах ЕС-145, Еврокоптер и Ми-17. Учения проводятся в дневное и ночное время, в сложных материологических условиях. Главная цель – проверить и повысить работоспособность воинской части. Авиационные специалисты постоянно совершенствуют свой профессионализм в этих целях. Ежегодно согласно плану боевой подготовки военно-воздушной силы Республики Казахстан на базе нашей части проводятся сборы по сложным видам летной подготовки и повышению классной квалификации. На данные сборы привлекаются летчики армейской авиации из других поисковых частей. Также Республика Казахстан для оказания летно-метеористической помощи, а также контроль организации и выполнения задач сборов. К нам направлен летчик-снайпер с Управлением военно-воздушных сил, полковник Бесимбинов. Повышение мастерства летного состава невозможно без четкой и слаженной работы всех лиц и обеспечения. Мы хотим пожелать всему личному составу успехов боевой подготовки и мирного неба, и, конечно, крепкого здоровья. Султан Жаломанов, Марат Цегмбайев. При поддержке пресс-службы семейского гарнизона. В целях снижения аварийности и повышения культуры водителя, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, с 21 февраля по 2 марта 2022 года в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» в городе начата масштабная проверка пассажирского транспорта. Основной целью проводимого мероприятия является снижение аварийности на дорогах, недопущение нарушений правил дорожного движения и поддержание транспортной дисциплины среди водителей, постоянно занимающихся пассажирскими перевозками. 21 февраля по 2 марта текущего года на территории города Семей проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» с целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на городских маршрутах, а также на международных и международных сообщениях. Кроме того, будут проводиться работы по проверке технических состояний и конструкций, которых не соответствует установленным требованиям безопасности дорожного движения. Особое внимание будет уделено соблюдению скоростного режима, правил обгона, встречного проезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, управления автотранспортом в состоянии опьянения, а также предрейсового медицинского осмотра водителей общественного транспорта. Полицейские города Семей призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи, следите за нами в социальных сетях. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова